Во-первых, хочу поблагодарить организаторов за организацию этой конференции, за то, что и участников, слушателей, докладчиков, очень интересные выступления. Но, как известно, к сожалению, существенный прогресс, как сказал Григорий Борисович, за последние 10 лет не произошло в лечении из 2-качественных опухолей головного мозга, в том числе и глиобластомы. Но, тем не менее, хоть и темазоламид и бевоцузумаб вместе увеличивают медиану выживаемость до 16-17 месяцев, все-таки это не предел, который мы хотим достигнуть. Вот то самое исследование, о котором уже говорил Григорий Борисович, что касается таргантерапии. По идее она, конечно, должна иметь мишень, но то же самое бевоцузумаб, сколько не искали и мишеней для того, чтобы выделить пациентов, для которых он имеет преимущество. Вот только в детальном исследовании было показано, что у больных с проневральным пациентом глиобластомы было получено преимущество. Но это очень сложное исследование, и даже за рубежом его сложно провести и дифференцировать подгруппы этих пациентов больных глиобластомой. В тех случаях, когда именно бевоцузумаб в сочетании с темазоламидом показал преимущество в сравнении с одним темазоламидом. Что касается таргантерапии, они вот последние лет 10-15, было много исследований, где изучались различные препараты таргетные. Это и силингитит, и гибитры ИГФР, гифитиниб, ирватиниб, примутация цикита, гливек, иматиниб, вапатиниб изучался, гибитры ИГФР, ХР1 и ХР2, темзиролимус и другие препараты. Но, к сожалению, во всех этих исследованиях очень низкая эффективность лечения, время 6-месячной выживаемости без прогрессирования не превышало 10-15%. То есть больные, к сожалению, довольно быстро погибали от бурного прогрессирования болезни. Что касается последних годов, у больных с 2-качественным глиомией изучаются ингибиторы БРФ, в том числе это больные и глиобластомой. Хотя у этой подгруппы пациентов только в 1-2% случаев выявляется мутация В-600 БРФ в опухоли. По данным АСКО, в этом году я видел публикацию, даже 6%. Мы в онкоцентре проводили исследование на наличие мутации БРФ в 50 пациентов глиобластомой. В двух случаях это 4% выявили также мутацию БРФ. Но эти пациенты пока получают еще на стандартную химиотерапию с темозоламидом, у них не было прогрессивной болезни. Поэтому пока мы не проводили собственного лечения терапией ингибиторами БРФ. Другая ситуация это больные при амборфтексентростомы. Это довольно редкая опухоль ЦНС, примерно 1% от всех астротстом. Чаще всего она встречается у молодых пациентов в возрасте от 20 до 40 лет. Основными методами лечения являются хирургическое лечение и в отдельных случаях очевая терапия. Однако в редких случаях опять же эта опухоль может малигнидироваться. И у больных анапластической плеаморфтексентростом мутации В600БРФ выявляются уже на некоторых публикациях до 70% случаев. У нас двое пациентов, у обоих из них выявлена мутация В600БРФ в опухоли. В этом году на АСКО была публикация по изучению ингибитора БРФ в мерафине БРФ у больных с 2-качественными глиомами. И вот здесь изучался он не только у больных глиомами, но и в других опухолях, где выявлялась мутация БРФ. Учитывая, что он показал высокую эффективность у больных меланомой. Это были больные коваректальным раком, ракомедженком и 24% с 2-качественными глиомами. И что удалось показать? Вот в частности подгруппы больных плеаморфтексентростомой. Здесь результаты лечения были наилучшими. Две регрессии опухоли, семь группы больных небольшая, но, как я сказал раньше, это очень редкая популяция пациентов, и поэтому большую группу пациентов набрать довольно сложно. Семь пациентов, две регрессии более двух лет, одна стабилизация литерная также более двух лет, и медианная выживаемость этих больных еще не достигнута. То есть большинство пациентов живы, и время до прогрессивания составило 6 месяцев. Большинство из них получало ранее хирургическое лечение, лучевую терапию, и четверо пациентов получали раньше итомозаламид. То есть это больные уже, которые исчерпали фактически резервы лечения. А вот другая ситуация, боли с двокачественными глиомами. Это и больные глиобластомой были, 6 пациентов, и больные рецидивами анаполастических астроцитом. И вот, как видно на этом слайде, только одна частичная регрессия, примерно 9%. В основном, примерно 45% больных отмечали стабилизацию, но они были довольно длительными. И время до прогрессирования в целом составило 5 месяцев, медиана выживаемости до прогрессирования. А медиана общей выживаемости – это 12 месяцев. То есть, несмотря на то, что непосредственно эффективность была невысокой, только 9% регрессии, то стабилизация все-таки дает какой-то оптимизм даже в этой группе больных, которые раньше получали, опять же, стандартную хирургию, лучевую терапию итомозаламид. И двое из них пациентов еще получали бево-цузумаб ранее. Это вот общая таблица. И вот какие же можно было бы выводы сделать предварительные из этого исследования. Что в ямбарафине продемонстрировали высокую эффективность у больных именно на пластической плеамфу, может быть, к центра астростома. Это довольно редкое орфанное заболевание. Но в тех случаях, когда у молодых пациентов после операции и после лучевой терапии, которая чаще всего бывает неэффективна, мы выявляем такие мутации, то здесь как раз в ямбарафине гибитором БРФ, они являются хорошим вариантом как опцией лечения. И у наших пациентов, два пациента, у обоих достигнут регрессии опухоли в головном мозге при терапии гибитором БРФ. Звокачественные глиомы, да, только 9% в регрессии, но длительная медиана общей желажимости до 12 месяцев дает нам все-таки какой-то оптимизм в случаях, если пациенты прогрессуют на стандартной химио-лучевой терапии включением томозаламида. Но интересный факт, что вот те пациенты, которые получали ранний биовоцузумаб, у них не было отмечено эффекта лечения. Поэтому вот у наших двух пациентов в случае, если у них будет прогрессивная болезнь, надо будет подумать, как в эту ситуацию поступить. Назначить им биовоцузумаб или все-таки попробовать терапию гибитором БРФ плюс-минус гибитором МЭК. Те двое пациентов, о которых я говорил. И вот клинический случай хочу привести. Это пациент молодой, мужчина, 26 лет. В январе 2012 года появились жалобы на головные боли и выявлена опухоль левой темно-затылочной области головного мозга. 12 января выполнено удаление опухоли. На тот момент считалось тотальным удалением. И при морфологическом исследовании диагноз плеоморфная ксентрацитома с явлением анаплазии. К 67% боли до 15%. И больной пациент получил в феврале-апреле 2012 года лучевую терапию на послеоперационную зону первичной опухоли до 160 грей. Однако в сентябре 2014 года, то есть получается примерно через год и 9 месяцев, выявлен рецидив опухоли. Выполнено повторное удаление. Опухоль оказалась уже более звук качества, ки 67% уже более 20%. Однако буквально через 2 месяца после операции повторной отмечены прогрессивные болезни в виде продолженного роста размеры опухоли в декабре 2014 года до 4 см. Мы провели генетический анализ опухоли. Не выявлено метилирование гена МГМТ, однако выявлена мутация В600ЕБРА в опухоли. Это данные МРТ декабря 2014 года. У пациента, опять же, были головные боли. И мы начали таргенотерапию в эмарафинибом. Он начал получать с декабря 2014 года и получать ее по настоящее время. Уже через 2 месяца примерно после начала терапии выражена частичная регрессия опухоли, полностью исчезли симптомы болезни. И дальнейший пациент продолжал лечение в эмарафинибом. По данным МРТ нарастала регрессия опухоли. И в прошлом году мы выполнили ПКТ головного мозга в Санкт-Петербурге с метионином. СУФ снизился уже до 1.36. Он продолжил терапию в эмарафинибом. Дальше уже в январе этого года СУФ снизился уже до 0.9. Считать ли это полной регрессии, пока еще сложно, наверное, сказать однозначно, полная ли это регрессия опухоли. Вот данные МРТ головного мозга. Это снимки в середине этого года. Практически уже не видно контрастируемой части опухоли. И по данным ПКТ, как я говорил, СУФ уже менее единицы. Другая мишень для таргенотерапии – это ИГФР. Как уже говорила Мария Вадимовна, чаще всего это амплификация ИГФР, примерно выявляется у 50-60% больных. И также мутация варианта третьего ИГФР – это примерно 30% больных глиобастомой. И в частности у этих пациентов проводится исследование включения моноклональных антител, в том числе препарат Депатукс, это АБТ-414. Сейчас проводится третья фаза исследования этого препарата. На последних конгрессах были публикации первой фазы препарата. Это моноклональный антител и ИГФР, и также цитотоксический ингибитор микротобулина. И по данным, которые были опубликованы в этом году, характеристика больных, как я сказал, примерно половина из них имела мутацию варианта третьего ИГФР. Это позитивная мутация. Но пока однозначно сказать, что именно мутация влияет на эффективность лечения, пока еще нельзя. Амплификация является и мутация основными, так сказать, факторами для включения в это исследование. И пока результаты, они пока скромные. Первый предварительный результат – 10% полных частичных регрессий. Время до прогрессирования – 2 месяца, примерно медиана выживаемости до прогрессирования. Медиан общей выживаемости – 8,5 месяцев. Однако интересно, что общая выживаемость 6-месячно стояла на 60%. То есть, это все-таки не самые плохие результаты для больных среди неверующих глиобастом. И сейчас, как я сказал, проводится исследование в третьей фазе, когда больные получают этот препарат в сочетании уже с термозоломидом и с помощью терапии. И другое исследование, которое было опубликовано в этом году на ЭСМА – это исследование Регома с другим препаратом, который вам хорошо известен по лечению коваректального рака. Это эреграфинип, стиварго, ингибитор ФГФР, ВЭКФ, КИТ. То есть, это мультитаргентный препарат. Здесь он сравнился под группу больных, которые ранее получали уже стандартную химио-учевую терапию с термозоломидом. И больные получали во второй линии в случае рецидива болезни либо в Амустин каждые 6 недель, либо стиварго, эреграфинип, пероральный препарат, 3 недели прием, 1 неделя перерыва. И какие же получались непосредственные результаты лечения. Эффективность лечения довольно низкая. То есть, в группе эреграфинипа только примерно 5% регрессии, в Амустин около 3%. Но интересно, что, опять же, контроль болезни, стабилизация 40% больных. И время до прогрессирования болезни, значит, 6-месячные, время до прогрессирования 15% в группе эреграфинипа и только 8% в группе Амустина. И также интересные результаты по поводу одногодичной выживаемости. 37% больных, получавших эреграфинип, прожили 1 год и более. Это больные, опять же, по черту, рецидивами глиобастомы, то есть с продолженным ростом после химио-учевой терапии с термозоломидом. И только 13% в группе больных, получавших Амустин. Поэтому, конечно, все-таки эти данные пока еще можно с оптимизмом будущее обсуждать, учитывая, что, тем более, препарат этот в настоящее время изучается в первой линии лечения в сочетании со стандартной химио-учевой терапией в лечении патомозоломида. Другие интересные исследования, которые сейчас проводятся у больных глиобастомой, это больных по типам, это больных с заказчатыми глиомами, это больных по типам с мутацией IDH1-2 в опухоли. И вот интересное исследование, где было показано, что при назначении ингибиторов, значит, мутант ингибиторов IDH1-2, это проспективное исследование, то здесь мы можем уже использовать ингибитор PARP, Павапариб, который, как известно, зарегистрирован у больных, настоящее время больных ракомеечников в случае регрессии после стандартной химиотерапии. И вот в экспериментальных моделях было показано, что это увеличивает время допрогрессирования болезни. В частности, вот видно кривые, что нижние кривые, что группы больных, которые получали именно терапию ингибиторами IDH1-2 и плюс Алапариб, то есть здесь, в каком случае, возможно увеличение времени допрогрессирования болезни. Но это, как я сказал, пока только экспериментальные модели, и они необходимы в дальнейшем, это подтверждение уже в клинике. У больных с лакачечными глиомами в настоящее время изучается очень много различных мутаций, как я говорил, это и мутации БРФ, и другие, которые представлены на этом свайде. Поэтому пока еще множество мишеней, которые требуют дальнейшего изучения. Но, к сожалению, этот вопрос довольно сложный. То, что ранее были проведены исследования, как я представил в начальных свайдах, первых свайдах, они пока не дали увеличение невыживаемости, неэффективности. Поэтому какие возможны дальнейшие подходы к таргетной терапии? Нужно учитывать, опять же, кетерогенность опухолей, нужно выбирать цели таргетной терапии с учетом метаболизма, возможно, влияние на липидные сигнальные пути, стратегия таргетной терапии, когда мы можем внедрить пептиды или какие-то биопрепараты в опухоли с дальнейшим воздействием на них. И, опять же, комбинация с другими видами терапии. Иммунотерапия, о которой в следующем докладе расскажет Алексей Вадимович, и возможное влияние на микроокружение опухоли. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.